Привет, меня зовут Перёха и это Любовь калия на рок-н-ролл. Миг сня! Сегодня я покажу вам... Класс! Вкус Crown Sapphire. Один из трёх ароматов, которые уже презентованы и находятся в продаже. Ройбуш с карамелью и персиком, который я разрабатывал, будучи флавористом компании Crown. Его мы сегодня будем брать за основу, потому что из первых трёх вкусов, но и разработанными, это мой любимый. Аромат спорный и вызывающий обсуждение, что многим он не зашёл. Многие, наоборот, говорят, что это что-то новое, чего ещё не было. И да, целью было создать аромат для рынка, которого на тот момент никто ещё не выпустил. И так получилось, что с компанией Element мы пересеклись на этом вкусе и у них тоже есть Ройбуш. А всё остальное оставлю на ваше личное осуждение. Короче, чай Ройбуш это не совсем чай, это кора дерева, которую заваривают как чай. Она бывает ароматизированная, не ароматизированная. И вот Ромик валяется на противоположном диване, будучи моим оператором. Мы с Ромой когда-то работали очень давно в чайном магазе, и я помню, как я первый раз охуел с Ройбуша. С карамельного, с земляничного. Помнишь, вот он такой красненький, вкусненький, слегка терпковатый. Но и персиковый, и карамельный я помню хорошо, поэтому мы совместили это. Чего нам сегодня потребуется? Мы сегодня будем делать чайную естественную историю. Несмотря на то, что это готовый аромат и готовый для соло-курения, мы его немножечко докрутим в рамках домашнего курения или курения в заведении. Моя рекомендация, это очень толстостенная какая-нибудь урочка, либо убивашечка, которая будет долго набирать в себя жар, вам подойдет. Ройбуш аромат насыщенный, персиков в нем много, но тем не менее он требует такого аккуратненького обращения с жаром, поэтому чашечка будет выбрана толстая. Чашечка, конечно, у меня тут не супер большой загрузочкой, но процентов, наверное, от всей чашки 30. Ройбуша смело отправляем в чашку, и нам должно этого хватить. В нижний слой то, что надо. Наверху сделаем три сектора. В данном случае чабо-микс манго-ромашка, который, я думаю, что вкус манго-ромашка вам знаком по айстишке, которая была достаточно популярна. Да и сейчас, я думаю, тоже его процентов, наверное, 20 от всей чашечки. Мы смело отправляем наверх. Вкуса много, сладкий манго, интересная послевкусие трав. Я думаю, что будет нам сюда очень-очень в тему. Смело наверх кидаем. Дальше. Грут от компании Наш. Древесные оттенки, не похожи на елки. Скорее, опилками такими, ну, кто знает аромат дерева. Вот очень-очень похожи. В чайные вообще, в целом, еще будучи застойкой, я очень любил использовать грут в чайные сочетания. Поэтому его также процентов, наверное, 20 мы смело наверх кидаем, потому что аромат очень тонкий. Его не так много во вкусе, поэтому он нам нужен наверху, на верхний слой. И мед от чабо. Насыщенный, понятный, знакомый. Очень-очень насыщенный, поэтому еще процентов, наверное, 30 у нас здесь остается, плюс-минус. Ну, да, около 30 процентов. Также кидаем наверх. Но мед будет на курении в первую очередь. Во вторую уже там где-то будет манго с персиком, который есть в Ройбуше. И только потом где-то древесные оттенки и сам чай Ройбуше. Грузим коллаут, начинаем это прокуривать. Все любят фруктовый чай попить с медом, с лимончиком. Лимончик у нас сегодня нет, зато много меда во вкусе. Много фруктовых. Смесь вот манго с персиком, его сразу во вкусе он прям раскрывается, несмотря на то, что у нас чашка в целом прохладная. И прогрет табак пока только воздухом после раскурки. Основные оттенки мед и фрукты. Вторичный оттенок Ройбуш. На третьем послевкусие вот эта суховатая древесная ноточка присутствует. Крепость кальяна средний, средний плюс, наверное, за счет все-таки того, что я знаю, что он станет просто чуть крепче. Несмотря на небольшие процентовки там крепкого нашего и средней крепости сапфирчика, сейчас крепость средненькая, будет чуть выше. Давайте по заменам пробежимся. Манго ромашка. Для тех, кто не любит ромашку, в целом обойдетесь любым сладким манго. Даже если он будет все равно зелененький, с травянистым оттенком, хуже не станет. Ройбуш, персик карамель крауна, к сожалению, вкус достаточно аутентичный, к сожалению или к счастью. Ближайшая единственная замена это карамельный Ройбуш элемента. Больше менять вот этот сам вкус Ройбуша пока менять больше ни на что, ни у кого пока нет. И мед Чебаки. Меда на рынке много. Мед разный, сладкий, суховатый, более насыщенный. Я думаю, что с медом у вас проблем не должно быть. Грудь нашего. Единственная замена, которую я здесь вижу в данном случае, это не арома. Это база Бонча. Это какая-то из бриллиантов Сатира, чтобы добавить суховатость, какие-то интересные вот такие оттенки. Да, это совершенно другой вкус, в отличие от вот этих древесных нот нашего. И тоже вкус аутентичный, без замен. Ёлки сюда ни к селу, ни к городу. Наверное, да. Бриллиант Бонч База, Кракен База более сладкая, но в меньших процентовках тогда, потому что все-таки здесь аромка, там не аромка. Чашечку, как я сказал, жирненькую, с долгим прогревом, который долго себя будет впитывать жар. И когда жар от угля пойдет на спад, чашечка поможет поддержать вот эту ровную температуру. Да. И я надеюсь, что вы попробуете этот микс, потому что это нестандартное сочетание, необычное за счет сразу нескольких элементов. И манга, ромашка, и ройбуш, и груд. И вы найдете в себе силы, время и возможность попробовать. И если вы придумаете новую интерпретацию этого микса, с радостью пишите ее, конечно, в комментариях. Я с вами пообщаюсь на этот счет. Спасибо вам, что посмотрели. Курите кальяны, слушайте хорошую музыку и любите своих женщин. Пока-пока.